What's cooking? Good looking Новости из мира хип-хоп моды Быть русской бабушкой в платочке теперь is the new black А законодатель этой моды гарлемский залетный фраерок который носит гуччи шелковый платок как сказала Он же о сапроке И в этом видео я хочу разобрать с вами его новый клип выучить пару сленговых словечек и порадоваться за бабушек, которые так вдохновляют американских рэперов С вами Таня Старикова и онлайн школа английского языка Skyeng Поехали Так, давайте отмотаем немножечко назад В какой-то момент что-то пошло не так и осапроке начал превращаться в бабушку Началось все год назад, когда после аварии на скутере он очень сильно порезал себе щеку А тут как бы приглашение на вечернее шоу Ноа Тревора и идти со свежим шрамом как-то не очень И первое что придет в голову буквально любому человеку это надеть бабушка Правильно И почему кавказский акцент включился вдруг у меня В английском бабушка это не только бабушка это еще косынка это такой платочек который обычно носят бабушки И это кстати не единственное русское слово которое можно услышать от американца или британца Дэнни рассказывал как минимум 10 таких И бабушка в платочке там есть И матрешка бизнес леди В общем русским словам тоже есть чем вас удивить Ссылка на это видео Дэнни оставлю здесь И мне кстати очень нравится реакция Ноа Тревора как будто у них у всех гостей такой дресс-код на шоу или типа это повседневный Лукас Апроки Ну а дальше все пошло-поехало И вот рэпер уже позирует на Лагмагала на ковровой дорожке в платке Гуччи в цветочек Он призывает всех реальных пацанов присоединится к его silk gang Тут Фрэнк Оушен подхватывает тему Потом Вок делает подборку модных луков с бабушка Scars Ну потому что It's lit Это же очевидно И вот кульминация этой истории, трек Бабушка Бой, по-видимому, Асапа так достали вопросами про этот платочек, что он решил просто записать про эту песню и снять клип. Правда, он ничего особо не объясняет, просто говорит, что он гордится этим шрамом и посвящает ему песню. Тут, кстати, отсылка к фильму «Лицо со шрамом». Фильм заканчивается фразой «The world is yours», типа «Мир твой». Монтана читает ее на аэростате, он добивался власти всеми возможными способами и вот, как бы, теперь мир у его ног. И если вы смотрели этот фильм в оригинале, то вы сто процентов распознали фразу. Это ли, кстати, не аргумент учить английский смотреть фильмы в оригинале, чтобы потом козырять перед друзьями вот такими вот фактами? Для таких случаев у нас как раз есть бесплатный личный план для изучения английского по фильмам. Это такой PDF-файл, в котором собраны тонны классных материалов, советов, с которыми вы сможете сделать просмотр фильмов еще и полезным для своего английского. Ссылку на план оставим в описании, пользуйтесь это бесплатно. Ну, а мы возвращаемся к интересностям в тексте о SubRocky. А, погодите, они же закончились. Дальше пошли по накатанной брюльки, грилзы, бентли, шмотки от Prada. Что за движение плечами происходит сейчас? Но мы были бы не мы, если бы не вытащили из этого текста что-нибудь классное, конечно, и на тему шмоток и драгоценностей тоже. Shades это как sunglasses, типа солнцезащитные очки, только еще круче. Если вы называете свои очки shades, то уже даже не важно, что это там, Prada, Gucci, они уже очень крутые. Nice shades, man. Thanks, man. Excessive переводится как чрезмерный такой, излишний, через чур. Сколько стоят твои грилзы? Ну, короче, где-то, ну, меньше десятки, то есть, в доллар. А, меньше десятки долларов. Кстати, excessive это вообще не сленг, а Sub очень часто использует это слово, потому что он любит excessive jewelry, это типа кольцо на четыре пальца, восемь цепей, вот это все. Очень крутое слово, это сокращенно от paper, бумага, ну, вы понимаете, к чему я веду, это типа деньги. Papes, cash. Когда говоришь cash, нужно вот так вот губу вот так вот. Cash. Sorry, man, I've got no papers on me. Все потратил на pearls and diamonds. Bangees, это сокращенно Benjamin Franklin, это 100-долларовая купюра, на которой нарисован Benjamin Franklin, поэтому bangees. Вам Дэнни уже рассказывал, что в Америке распространенная тема называть купюры по человеку, который он не нарисован. Поэтому, если поедете в Америку, то напомните себе, кто там, где изображен. Можно, например, сохранить себе в Пинтересте просто вот эту картинку. И, кстати, если нет такой вот именно купюры, то это еще не значит, что у суммы нет названия. Например, buck fifty, это 150 долларов. Buck fifty. Ну и тут все не так просто, это игра слов, потому что buck fifty еще называют шрам, который вот от уголка рта до уха идет. Лети-лети, ни на кого не попади. Чтобы его зашить, нужно в среднем 150 как бы швов, стишков, отсюда и название buck fifty. Так что выучите эти пять слов, купите себе бабушка, подпевайте о сапроке и будете самым крутым на районе. Текст может быть и не особо оригинальный, зато вот клип получился занятным. С одной стороны, он снят в стиле фильма «Дик Трейси» про отважного сыщика, который бросает вызов банде гангстеров. Кстати, к слову, в главе банды тоже Аль Пачино. Видимо, о сапроке его преданный фанат. Они даже скопировали героев фильма, их стиль, потому что у них тоже такие странные изуродованные какие-то лица, и костюмчики веселеньких цветов. Чего в фильме не было, так это полицейских в образе свиней. Это уже не «Дик Трейси», это какой-то «Луни Тюнс». Причем вот сама сцена «Погони» это прям реально как из мультика. Я думаю, вы понимаете, что животное это выбрано не случайно, потому что полицейских неуважительно называют «пигз», особенно в Британии. И это придумали не рэперы в нулевых, так говорили еще люди в 19 веке. Это сейчас 21 век, и как-то все потолерантнее, клички поаккуратнее, типа А в 19 веке просто вот как думаешь, так и говоришь. В общем, это были бы очень веселые истории в стиле «Луни Тюнс», если бы полицейских в конце клипа не порезали на сосиски типа отборные бабушкины. Кстати, на упаковке предупреждения типа «Осторожно» могут содержать фрагменты полицейских значков и глютен. Кто еще, кстати, разбирал текст этой песни, напишите мне в комментариях, если я что-то упустила, а вы еще кое-что заметили. Ну и носите бабушкас, что я еще могу сказать? Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Таня Старикова, онлайн-школа английского языка Skyeng и нескучный английский. Goodbye! See ya!